онлайн прайс-лист данном видео я расскажу о том что такое онлайн прайс-лист поговорим о том кому он может быть полезен конечно же посмотрим как установить и настроить приложение и в заключении мы поговорим о том какие выгоды несет себе работу с онлайн прайс-листом сравнение с другими решениями итак первое кому может быть полезен онлайн прайс-лист ну самое главное наверное это оптовые магазины это оптовики дальше это продажи для франчайзи тоже пожалуйста следующий момент это может быть продажи по каким-то персональным условиям каким-то персональным vip клиентам может быть какие-то отдельного рода товары vip товары или что-то в этом роде то есть какие-то персональные моменты также прайс-лист онлайн мы можем использовать для работы с совместными закупками и так давайте посмотрим как установить и настроить прайс-лист с чего начнем первое посмотрим что у меня есть чтобы было понятно что у меня за предприятие а дальше уже начинаем настраивать и так у меня есть давайте пойдем товары товары услуги магазин канц товаров значит у меня какая-то оптовая торговля канцелярскими товарами есть вот какие-то ручки у них есть изображение у каждого товара есть несколько видов цен это крупный опт средний опт и мелкий опт так давайте здесь закроем и то есть следующий момент по структуре давайте перейду в настройки склады у меня есть три склада склад основной пусть будет в москве склад воронеж и есть склад самара хорошо три склада есть я отгружаю товары в зависимости от расположения своего клиента контрагент какие-то региональные склады у меня дополнительные есть следующий момент что можем еще посмотреть давайте откроем контрагентов меня стоит фильтр по оптовикам есть у меня несколько оптовиков они у меня находятся в разных группах мелкий опт среднего мелкий опт есть вот vip и крупный опт можем открыть любого то есть в зависимости от принадлежности к какой-то группе я проставляю соответствующие цены цена у меня в карточке товары есть это мы с вами видели вот например цена мелкий опт да опи он у меня относится к мелким оптовиком отлично то есть у каждого контрагента есть свои цены ну а дальше давайте перейдем в приложение онлайн заказ для этого открываю приложение онлайн заказ находится сразу вкладке все приложения его также можно найти его онлайн продажах вот он онлайн заказ в рознице вот он онлайн заказ в общем то неважно где вы его откроете давайте откроем приложение онлайн заказ и нажму кнопку установить дальше перейду приложение на данном этапе я могу создать общедоступную ссылку пока она мне не нужна я создам общедоступную ссылку чуть позже главное что приложение онлайн заказ у меня установлена теперь я могу перейти в контрагенты открою любого контрагента пусть будет лилия у меня появился блок онлайн заказ создаю ссылку для контрагента и теперь мне необходимо эту ссылку настроить итак название ну раз контрагент лилия пусть так и будет лилия отлично лилия есть юрлицо то есть мое юрлицо у меня на одном я его выбираю дальше с какими товарами работает контрагент о лилия канц товар интернет товар интернет магазинов сейчас не имеет значения то есть понятно что при необходимости мы можем настроить товары для конкретного клиента я выбрал сейчас все группы какого склада будет происходить продажа но если лилия например находится в москве доме я поставлю основной склад могу выбрать несколько складов но в этом случае при создании при автоматическом создании заказа у меня не будет подставляться склад автоматически мне придется его выбирать вручную так я оставлю сейчас один основной склад пусть будет лилия находится в москве следующий момент какие товары отображать и товары независимо от наличия на складе можно выбрать только товары в наличии в этом случае будет учитываться товар который есть на остатке минус резерв резерв в данном случае учитывается это важно или добавить еще сюда плюс ожидаемые товары я выберу товары только в наличии буду продавать товары которые у меня есть дальше резервировать заказанной позиции то есть можно галочку поставить и тогда у нас автоматически будет создаваться резерв на заказанные позиции то есть это можно делать с какими-то проверенными контрагентами в принципе да пожалуйста давайте я буду резервировать с лилии я работаю я знаю этого контрагента и цены автоматически подтягивается из карточки контрагента цена мелкий опыт давайте нажмем создать итак вот ссылка создана давайте я сохраню и открою эту ссылку в соседнем окошке дальше мы к ней вернемся так это был мелкий отдавать возьмем теперь крупный опыт пусть будет например ромашка создадим ссылку для контрагента ромашка так и назову ссылку пусть будет так учебный центр мой склад здесь тоже пускай будут все товары у меня их не так много в жизни понятно можем настроить более тонко клад ромашка но давайте ромашка пускай будет из воронежа вот работает на в воронеже дальше я поставлю тоже только товары в наличии дальше резервировать на крупный опыт понятно проверенный контрагент цена и описание тоже пусть будут отлично давайте сохраним ромашку тоже откроем ссылку и посмотрим что у нас есть в нашем онлайн прайс-листе но первое мы видим все позиции которые я выгрузил например у меня в воронеже 18 москве 17 то есть в наличии какого-то товара скорее всего нет и он здесь собственно говоря и не отражается дальше давайте посмотрим по ценам у ромашки карандаш стоит 2 300 у лилии 2 600 то есть у лилии мелкий опыт у ромашки крупный опыт соответственно цены более низкие дальше можем посмотреть на какую-нибудь ручку да давайте откроем фотографию можем полистать фотографии если у нас их несколько можем открыть давайте вот так сделаем товар посмотреть описание почитать при необходимости мы можем скинуть ссылку на данный товар давайте тоже сделаем выглядит будет ровно так же ну например контрагент не может найти какую-то позицию или вы хотите обратить его внимание на какую-то позицию вы можете прямо из ссылки контрагента поделиться с ним этой позиции он откроет сразу у него откроется конкретный какой-то товар на который вы хотите обратить внимание дальше давайте здесь закроем пока нам не надо дальше контрагент выбирает позиции которые ему нужны давайте здесь что-нибудь закажет здесь вот этот карандаш давайте посмотрим вот у меня в наличии всего есть пять штук кстати давайте сравним а сколько у меня их москве а в москве у меня всего одна штука так дальше давайте с ромашкой закончим ну пять штук может быть не надо давайте я закажу две ну и как-нибудь вот так заказ сделан собран здесь понятно мы можем еще его подредактировать перед окончательным оформлением дальше нажимаем оформить никаких данных о себе оставлять уже не надо потому что мы знаем о том что это контрагент ромашка он у нас заведен в сервисе мой склад как контрагент мы знаем его адрес контактных лиц все что необходимо у нас есть может оставить какой-то произвольный комментарий ну я не знаю там как обычно там адрес как обычно все что угодно или побыстрее но не знаю что давайте подтверждаем заказ и давайте сделаем заказ еще от лили тоже что-нибудь на заказываем пускай так так лилия посмотрела проверила не согласовали вот эту ручку убрали допустим из заказа не нажимаем оформить отправляем заказ так и так что в это время происходит в сервисе мой склад давайте перейдем в продажи заказы покупателей я включу фильтр поставлю только сегодняшние заказы у меня их тут много чтобы они не мешались итак сегодня я вижу что мне пришло два заказа первая кладка о точнее о ромашка дума зарезервирована у меня автоматически они встают резерв склад воронеж дальше алили сделала заказ на сумму сто пятьдесят семь тысяч зарезервирована то есть автоматом все у нас становится в резерв и склад основной дальше открываем заказ работаем с ним как обычно собираем отгружаем там выставляем счет все что угодно да давайте так я сделаю подтвержден сохраню закрою так замечательно здесь тоже пускай будет подтвержден сохранить закрыть вот но у меня работают настроены специальные сценарии то есть его ромашка vip клиент у меня сразу автоматически при сохранении документа со статусом подтвержден создается отгрузка у лили лили мелкий опт у меня отгрузок не создается они меня работает предоплате надо будет выставить счет ну и в общем дальше все как обычно то есть таким образом буквально за пару минут я создал ссылку отправил ее своему контрагенту своим клиентам с нужными ценами и они уже могут делать заказ я могу эти заказы принимать при этом на создание заказа я не трачу ни одной секунды дальше давайте перейдем в настройки приложения онлайн заказ перейти приложение и создадим общедоступную ссылку для чего она нужна ну например мы можем разместить эту ссылку у себя на сайте то есть если у нас нет какого-то полноценного интернет-магазина просто вот ссылка для заказа новым клиентам вот вам ссылка приходите делайте заказы так и назовем давайте новый клиент ссылку можно разместить много где я не знаю там здесь уж насколько фантазии хватит хотите на яндекс карт отметьте свое предприятие в описании укажите эту ссылку пожалуйста люди будут видеть на яндекс картах могут будут иметь возможность перейти посмотреть ваш каталог и даже возможно сразу сделать заказ дальше юрлицо учебный центр мой склад следующие товары пусть будут все товары склад давайте поставим основной а там дальше уже подумаем то есть когда клиент сделает первый заказ мы с ним свяжемся и начнем уже работать узнаем с какого региона откуда ему быстрее вставлять товары то есть это будем уже смотреть при заказе дальше только товары в наличии давайте я оставлю это резервировать я не буду это важно потому что ссылка на сайте я не знаю кто по этой ссылке будет делать заказ какие-то непроверенные клиенты может быть это какой-нибудь конкурент или какой-нибудь условный хулиган который зайдет по ссылке закажет вообще все товары которые у меня есть пока я там разберусь у меня на остатках будет ноль то есть мне мои реальные клиенты не смогут сделать заказ то есть с непроверенными контрагентами я товары не резервирую дальше цена продажи пусть будет то есть общая какая-то стандартная цена дальше будем разбираться кто-то мелкий опт средний крупный или еще какой нажимаю создать у меня появилась ссылка ну и собственно говоря я размещаю ее на сайте давайте я тоже сейчас открою онлайн заказ все точно так же ну и давайте по каким-то позициям сделаем заказ ну вот так и так здесь у меня все есть давайте нажмем оформить здесь уже обратите внимание что оформление заказа отличается потому что мы про этого контрагента ничего не знаем нам нужны его контакты пусть будет какой-то произвольный телефон имели название компании компания комментарий так ну что-нибудь я не знаю пришлите коммерческое предложение давайте подтвердаем заказ что мы видим у себя сервисе мой склад перейдем заказа покупателей мы видим что пришел новый заказ от какого-то розничного покупателя то есть мы знаем что это заказ по общей ссылке давайте его откроем здесь заказ не в резерве в резерв она не встал дальше склад мы выбрали основной хорошо дальше у нас идет информация в комментарии ту который оставил нам клиент хотим сотрудничать пришлите коммерческое предложение вот но в данном случае я контактов не оставил есть телефон будем считать что я связался да действительно реальный клиент серьезно настроен будет раз нами работать поэтому можно прямо отсюда сейчас перейти в печать коммерческое предложение вот в таком виде мы можем его распечатать но это у меня дополнительно настроенный шаблон здесь у меня идет общая сумма так дальше по позиционно дальше если были доп услуги то доп услуги гравировка что-нибудь еще дальше описание фотографии каждый ручек там дополнительные какие-то свойства с таком виде я это отправляю дальше создаю тет покупателю давайте его просто сохраним закрою отправляю счет ставлю статус подтвержден дальше из розничного покупателя уже могу создать завести контрагента присвоить ему свои цены на то есть у меня вот первый заказ вот этого клиента на сто пятьдесят четыре тысячи возможно он уже попадает в категорию мелкий опт сделать его мелким оптовиком и дальше сделать ему уже персональную ссылку чтобы в дальнейшем все это не заполнять адреса телефона и прочее то есть работаем так же как и со всеми остальными также как с ромашкой так же как мы работали с другим контрагентом и так мы с вами посмотрели как буквально за пару минут создать онлайн прайс-лист установили приложение и настроили его а теперь давайте поговорим о выгодах перед какими-то другими решениями ну например перед экселем тем же самым ну первое при обновлении ассортимента при обновлении может быть цены при добавлении фотографии у вас в онлайн прайс-листе все произойдет автоматически то есть цена изменилась вы изменили цену сервиса мой склад автоматически у всех контрагентов она также меняется вам не надо создавать новые прайс-листы вам не надо отправлять эти прайс-листы контрагентом то есть все что необходимо сделать просто поменять цену если товара нет в наличии вы выводите товар то у вас в онлайн прайс-листе он просто не будет отображаться его нельзя будет заказать если вы работаете в excel и вам необходимо выслать новый прайс-лист в котором данной позиции уже не будет дальше это высокая скорость запуска ну и здесь понятно то есть мы сейчас с вами посмотрели сделали даже несколько заказов на все это ушло там не больше пяти десяти минут следующий момент экономия ресурсом менеджеров то есть менеджер ни секунды не тратит на то чтобы создать заказ чтобы перенести его из excel и в сервис мой склад а в это время может заниматься своими непосредственными обязанностями дальше снижение количества ошибок то есть покупатель ваш клиент делает заказ выбирает те позиции которые нужны после этого создает заказать нету промежуточного этапа в виде переноса менеджером из excel и сервис мой склад соответственно на этом этапе мы уже исключаем такого либо рода ошибки то есть ошибок при создании заказа быть просто не может таким образом онлайн прайс-лист это в первую очередь скорость во вторую очередь это персонализация это конкретные позиции это работа с конкретным контрагентом ставим в резерв не ставим в резерв это конкретный ассортимент конкретный склад и так далее ну и плюс ко всему это исключение ошибок